Привет, друзья! Вы наверняка хотя бы раз в жизни сталкивались с подобным стикером или ярлыком на музыкальном альбоме. Внимание на экран! Во времена кассет и дисков это казалось практически неотъемлемым атрибутом продукции американского шоу-бизнеса. По крайней мере, это касалось того музыкального контента, который слушал я. Но задумывались ли вы когда-нибудь об истории возникновения подобного безобразия и порой вандализма, отравляющего своим существованием концептуальный арт того или иного артиста? Если да, то устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться. Поехали! Началось всё одним прекрасным днём 1985 года, когда Типпер Гор, жена сенатора Элла Гора, купила для своей 11-летней дочери новую пластинку принца Purple Rain. Мать и дочь решили послушать её вместе и, как утверждает Типпер, внезапно были шокированы, когда услышали композицию Дарлинг Ники, в лирике которой упоминалась мастурбирующая девушка и каипус. Вульгарная лирика смутила их обеих. Типпер, по её словам, сначала была ошеломлена, а затем разозлилась. Где это видано? Чтобы в песнях, которые могли услышать дети, позволительно было петь о подобных вещах. В это же время Сьюзан Бейкер, жена бывшего министра финансов и руководителя аппарата Белого дома Джеймса Бейкера, услышала, как её 7-летний ребёнок подпевает песни Мадонны Like a Virgin. Женщина была шокирована, осознав, что о подобных непристойных вещах поют в поп-музыке. Вы, конечно, удивитесь, но параллельно с Гор и Бейкер, жена застройщика Вашингтона, Реймонда Ховара, Памела Ховар, обратила внимание на вирическое содержание песен, под которые она занималась аэробикой, и была неприятно удивлена, обнаружив, что её дочь слушает подобную музыку за завтраком. И в апреле 1985 года Типпер Гор, Сьюзан Бейкер, Памела Ховар решают объединить усилия вместе с Салли Невиус. Муж последний, Джон Невиус, был назначен президентом Никсоном, председателем городского совета Вашингтона. И так родилась Parents Music Resource Center, PMRC. Американская некоммерческая общественная организация, освобождённая от налогов и призванная бороться с неподобающим музыкальным контентом, дабы защитить от него невинные умы детишек. Четвёрка активисток практически сразу получила прозвище вашингтонских жен, из-за, как вы уже догадались, их влиятельных и высокопоставленных мужей. Типпер и её подруги быстро составили Filthy Fifteen, список с наиболее возмутительными, по их мнению, композициями. Попали в него, например, Judas Priest с Eat Me Alive, Wasp с Animal Fuck Like A Beast, Merciful Fates Into The Coven, Venom's Facet и так далее. PMRC ставили своей целью информирование родителей о той музыке, которую могли слушать их дети, как по радио, так и на концертах. Организация просила музыкальную индустрию добровольно маркировать те музыкальные произведения, чьё содержание будет сочтено и явно непристойным. Задуманная вашингтонскими женами система была копией системы рейтингов для фильмов, используемой Американской Ассоциацией Кинофильмов. PMRC также хотели, чтобы у покупателя была заранее возможность ознакомиться с лирикой альбома до его покупки. А пластинки с непристойными обложками, по мнению вашингтонских жен, должны были находиться под прилавками музыкальных магазинов. В идеале, лейблы вообще должны были пересмотреть свои контракты с исполнителями, которые демонстрировали на своих шоу и записях непристойное поведение, секс или насилие. То есть, друзья мои, вашингтонские жены, сами того не осознавая, стремились к высоким советским требованиям худсоветов. В то время как в СССР, наоборот, всё ближе и ближе делали шаг навстречу гласности и перестройке, иронично. PMRC для просвещения народных масс и всеобщей осведомлённости стала публиковать ежемесячный бюллетень и рассылала его примерно 60 музыкальным компаниям, Национальной ассоциацией вещателей и, что наиболее важно, Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии, RIAA, которая в то время представляла лейблы, на долю которых приходилось 85% от общего объёма продаж записанной музыки в США, в то время составлявшая индустрию с многомиллиардным оборотом. Сначала ассоциация отрицательно отреагировала на все требования PMRC, сославшись на первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова. Но спустя всего несколько месяцев, а точнее 5 августа 1985 года, президент RIAA Стэнли Гортиков написал письмо президенту PMRC Пэм Ховер, в котором заявил, что ассоциация согласна маркировать свою продукцию, содержащую спорное или непристойное содержание соответствующей наклейкой Parental Advisory Explicit Content. По всей видимости, оценив вероятный ущерб от мужей вашингтонских жён и учитывая общую скандинскую панику в США, после консультации с опытными юристами, ассоциация и пришла к такому неутешительному решению. В ответном письме 7 августа Памела Ховер выразила недовольство предложением Гортикову, поскольку подобная наклейка не отражала задуманную PMRC систему рейтинга, который определялся по специальной независимой комиссии, решавшей, какая музыка просто оскорбительна, какая сатанинская, какая сексуальная, по своему характеру или иным образом нежелательная по определенным причинам. В ответном письме Гортиков прямо намекнул, что подобная система будет как минимум субъективна и непродуктивна. 19 сентября 1985 года Комитет Сената по торговле, науке и транспорту провёл слушание о необходимости нанесения предупредительных стикеров на обложки альбомов. Интересно, что в состав Комитета входили несколько мужей вашингтонских жён, а именно Альберт Гор, Джон Данфорст, Эрнест Холлингс. Удивительное совпадение, да. По словам председателя Комитета Джона Данфорта, цель слушания состояла в том, чтобы обсудить рок-музыку, которую явно затрагивала сексуальные темы и прославляла насилие. Предметы разбора комитетчики окрестили прямо, как порно-рок. Сенатор Эрнест Холлингс даже указал, что он будет искать юридические пути, если это возможно, для того, чтобы обуздать эту возмутительную грязь под названием рок, которая представляла собой музыку в перемешку с порнографией. В PMRC же, на слушании уже успели переобуться, и как заявила Типпер Гор, организация больше не считает актуальной независимую систему рейтингов. Вместо этого они предлагали лейблам добровольно маркировать свою продукцию. Занятно, что несмотря на всю серьёзность ситуации для индустрии, рок и метал комьюнити было представлено всего тремя музыкантами. Остальные отсутствовали на дебатах, по всей видимости спрятав голову в песок, вероятно опасаясь подрыва собственной репутации, которая отразилась бы на их доходах. А возможно, это было проявлением характерной для многих представителей жанра великовозрастной инфантильности. Фрэнк Заппе был одним из немногих, кто публично высказал свои опасения и критику в адрес деятельности PMRC. Музыкант заявил, что предложение организации является бредом и никакой пользы детям не принесёт, но зато нарушит гражданские свободы людей, которые давно уже не дети. Гитарист вообще подозревал, что это слушание – предтеча предполагаемого введения налога на чистую ленту, инициатором которого как раз и была ассоциация RIAA, наравне с сенатором Стормом Турмантом. Заппе задавался вопросом, совпадение ли это, что его жена является участницей PMRC. Сам же налог на чистую ленту, которым была заинтересована RIAA, гарантировал лейблом роялти с продажей магнитофонов и чистых лент. То есть ассоциация зарабатывала уже не только на готовом продукте, но и на устройствах для его воспроизведения и на материалах для его записи. И как считал Заппе, в обмен на подобную уступку RIAA и приняло предложение о маркировке записи. После Заппе выступил Джон Денвер, фолкрокер, обладавший позитивной репутацией. Музыкант сходу заявил, что он против любой цензуры как таковой. По его словам, цензоры часто превратно истолковывают песни. Денвер сам испытал это на своей шкуре, когда его композиция Rocky Mountain High была запрещена на многих радиостанциях по причине того, что кто-то решил, что она посвящена веществам. Джон отметил, что те, кто принял это решение, видимо, никогда не видели красоту Скористых гор. По мнению Денвера, цензура также контрпродуктивна, поскольку то, что отрицается, становится наиболее желанным, а то, что скрывается, вызывает больший интерес, чем когда оно доступно. Занятно, что когда Денвер только должен был начать свое выступление, и МРС ожидали, что музыкант поддержит именно их сторону. Последним выступил Ди Снайдер из Twisted Sister. Вокалист заявил, что не поддерживает решение Гортикова из RIAA. Музыкант считал, что его музыка, как и Денвера, была превратно понята. Все его творчество, подчеркивал Ди, проникнуто его христианскими убеждениями. И весь тот негатив, садомазохизм, который был найден якобы в композициях Under the Blade и We Not Gonna Take It, был исключительно в уме Типпер Гор. Ведь кто ищет, тот всегда найдет. Кроме того, Снайдер отметил, что он как родитель знает, как сложно им быть. Да, дети не всегда ведут себя прекрасно. Воспитание требует большой работы, времени и усилий. И когда, говорит Ди, кто-то не вывозит и считает, что правительство должно помочь ему с воспитанием его детей, то он может посоветовать таким людям вообще не заводить детей. Это, отмечает Снайдер, проблема общества в целом. Никто не хочет нести ответственность за свои действия и действия своих детей, ища виноватых где-то в стороне. Полная ответственность за защиту своих детей, говорил Снайдер, лежит на плечах его жены и его собственных, и никто другой не сможет сделать этого за них. Интересно, что сам Ди Снайдер считает, что лучше всех в тот день выступил Джон Денвер, а Альберт Гор отказался поддержать свою собственную жену Типпер. Но даже несмотря на это, ПМРС все-таки добились своего. В конце слушания выступил президент RIAA Стэнли Гортик, который заявил, что к моменту проведения слушания 24 компании, члены ассоциации, уже договорились о обязательной маркировке своих записей, содержавших сомнительные или непристойные тексты песен. Более конкретную форму маркировки или рейтинга Гортиков повторно осудил как непрактичную, потому что только одна RIAA выпускала в год примерно 25 тысяч новых записей. Было бы просто нереально в сжатые сроки отслушать и отрецензировать на предмет непристойности каждую из подобных пластинок. А я не думаю, друзья, что вы сильно удивитесь, что вашингтонские жены сумели заручиться поддержкой и политиков самого высшего уровня. Даже президент Рейган в какой-то момент осудил музыкальную индустрию за продажу порнографии. После прошедшего слушания в Сенате 9 октября 1985 года Рейган заявил, что музыкальный бизнес подталкивает детей к прославлению веществ, насилия и извращения. Но даже несмотря на поддержку высших эшелонов власти, появилось множество несогласных голосов. На пике конфликта было создано не менее 100 различных групп разного размера и уровня, выступавших против цензуры. Причем создание большей части из них было спровоцировано именно деятельностью PMRC. Но надо признать, исчезли они так же быстро, как и появились. Чаще всего из-за отсутствия поддержки и финансирования. Несмотря на то, что ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки RIAA убедила лейблы добровольно прикреплять предупреждающие наклейки Parental Advisory Express Seed Lyrics на некоторые альбомы по своему усмотрению, это привело в итоге к эффекту, противоположному тому, на который рассчитывали PMRC. Металл-группы получили отличный промоушен и рост продаж, а неприемлемая лирика стала появляться, возможно, еще даже чаще, чем раньше, не только в роке и металле, но и в рэпе, кантре и так далее. Получение заветного клейма стало гарантом отличных продаж, и многие музыканты и лейблы, вероятно, целенаправленно включали в свои записи нечто запретное. Шоу-бизнес сделал такое. Правда, были и свои нюансы. Часто записи с подобным стикером выпускались с цензурированной версией представленного материала, и это отражалось на художественной ценности произведения. А многие магазины отказывались продавать маркированные пластинки, особенно сеть Walmart, JCPenny, Sears и Fred Meyer. А ведь за пределами больших городов Walmart были чуть ли не единственным местом продаж пластинок и дисков. Другие магазины ограничивали продажи подобных альбомов исключительно взрослым покупателям. Некоторые продавцы распространяли обе версии продукта, иногда с увеличенной ценой за цензурированную версию. Другие изначально предлагали исправленную версию, избегая оригинала. И если первоначально стикер присутствовал только на физических носителях, то с развитием цифровых технологий стал появляться и в онлайн-магазинах музыки и стримингах. Но он по-прежнему является лишь рекомендацией, а не требованием. Вся эта ситуация с цензурой и злополучной наклейкой нашла свое отражение в творчестве многих рок, метал и рэп-музыкантов. Но самым удачным произведением на этот счет, на мой взгляд, является композиция Глена Данцига «Мазо». Если не слышали, то обязательно послушайте. Возможно, вы будете приятно удивлены. Хотя сами PMRC считают, что их начинание принесло много пользы Америке, но по факту они просто создали отличный микстейп для мятежных пубернатов конца 80-х. Что ж, ситуация с Parental Advisory, Explicit Lyrics и PMRC стала всего лишь еще одной формой проявления моральной паники, разыгравшейся в США в то десятилетие, когда многие умные и сознательные граждане на полном серьезе верили в тайный мировой сатанинский культ, похищающий и истязающий их детей в своих ритуалах и влиявший на неокрепшие умы не только через непристойную вирику и шок-контент, но и через скрытые послания в песнях. На самом деле это не было связано с какими-либо музыковедческими качествами обсуждаемого материала. Просто в очередной раз встал вопрос, что считать морально приемлемым в искусстве. Известно, что общество питает недоверие ко всему, что может изменить естественный ход его развития и устоявшийся порядок вещей. Рок и метал-музыка не вписывались в приемлемые образцы предполагаемой западной демократии. Вещества, пьянства, вечеринки были неотъемлемой частью музыки и ряда представителей жанров, их имиджа и текстов песен. Это было прославление дикости молодости и бунтом против консерваторского лицемерия. Достопочтенные граждане боялись в том числе подрывного воздействия музыки на упорядоченное, регламентированное общество. Это была вечная борьба между так называемым историческим порядком и юношеским хаосом. При этом в то время социально ответственное гражданское общество не предпринимало никаких явных попыток борьбы с прибыльными порно-журналами в духе Хастлер. Менеджер Iron Maiden Род Смоллуд метко подметил, что Хастлер свободно доступен в американских супермаркетах, хотя только один выпуск этого журнала содержит больше секса и насилия, чем вся история хэви-метала. Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. При желании и возможности поддержите канал Чеканной Монеты. До новых встреч. Удачи! Продолжение следует...